Реабилитация детей со сложными заболеваниями требует комплексного подхода. В зависимости от характера недуга, помощь оказывают психологи, логопеды и педагоги лечебной физкультуры. Но практически всем рекомендуют ипотерапию, как часть курса лечения и адаптации. Когда ребенок общается с животным, во-первых, он общается с другим. Это не мама с папой, которые часто живут для него, удовлетворяют его потребности, что, собственно, и должен делать. Но настоящий контакт, он может быть только с другим. И особенность общения с животным, что животное ничего не ждет. Оно принимает ребенка таким, каков он есть. Это очень важно для его становления, для его самоидентификации. Центр психолого-педагогической помощи тесно сотрудничает с Ивановской спортивной школой номер 11. Здесь регулярно занимаются четверо ребят, которым показана ипотерапия. Встречи с лошадками один раз в неделю, хотя педагоги считают, что этого недостаточно. Проводить больше занятий не получается по техническим причинам. В самом начале, когда дети приходят на занятия, многие из них боятся. Многие из них боятся того даже факта, что лошадь – это большое животное, что она двигается, что она живая. Но по прошествию пары-тройки занятий они уже привыкают. Для них лошадь становится другом, который поддержит их, который вселит уверенность в них. Взаимодействие с животными помогает ребенку в социальной адаптации, стимулирует речевое и эмоциональное развитие. Это крайне важно для детишек с расстройствами аутистического спектра ДЦП. Выполнение упражнений с лошадью развивает двигательную функцию, формирует произвольность движений. Вот два года мы ходим на занятия на лошадках. Но я думаю, что все равно плоды есть. Но надо сказать, что у таких детей плоды, конечно, появляются не сразу. Это труд очень многолетний, ежедневный, еженедельный, кропотливый. Но ребенок все равно, конечно, стал другой. То есть ребенок говорит, здоровается, вступает в контакт. Я думаю, свои плоды, конечно, мы имеем. Конечно, ипотерапия – это не панацея, а всего лишь дополнение ко многим другим методам реабилитации. Педагоги подчеркивают, что результат виден не сразу. Очень важна регулярность занятий для улучшения настроения ребенка. Навстречу с верным другом ребята идут с радостью. Ребенку очень нравится заниматься. Она мне панически боялась лошадей. Сейчас нормально ходит, общается. Но только общается с лошадью, которая здесь, которая на площади Пушкина. Их все равно боится. Почему, непонятно. А главное, ребенку нравится. А то, что нашим детям нравится, и все идет на пользу. К ипотерапии в Центре психолого-педагогической помощи планируют добавить канистерапию – взаимодействие с собаками. Встречи с первыми собаками-терапевтами начнутся уже в сентябре. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова